В России выросло новое поколение духовных наставников-мусульман, которыми можно гордиться. Об этом и не только. В интервью нашему каналу по итогам года рассказал председатель Духовного управления мусульман и Совета Муфтиев России Шейх Равиль Гайнудин. Спасибо вам большое, что согласились ответить на наши вопросы. Сейчас время подводить итоги, строить планы. Вы не могли бы нам рассказать о наиболее значимых, по вашему мнению, событиях в мусульманском мире? В мусульманском мире произошли очень много событий, в том числе и в жизни мусульман Российской Федерации. Если мы будем перечислять, для этого нужно, наверное, не одно интервью нужно. Поэтому я бы хотел очень важных для всей мусульманской умы, какие были события, об этом хочу немного поговорить. Конечно же, это самое, наверное, главное, то, что в начале 19-го года совершен был теракт в Новой Зеландии, в мечети, где погибли десятки и десятки наших единоверцев. Это стало потрясением для всех, не только мусульман. И западные эксперты, аналитики, они почувствовали, что ислам и терроризм не одно и то же. Оказывается, терроризм – это есть везде, и это общая угроза человечеству. Поэтому и все мы должны быть солидарны с теми силами, которые борются против экстремизма и терроризма и защиту стабильности мира, взаимного уважения между людьми. Только сочувствие, уважение, сострадание друг к другу представителей разных религий, разных культур спасет наш мир в общем нашем доме. Поэтому я считаю, вот это потрясение дало всем нам сознание того, что терроризм не является одной религией, не касается только представителей одного вероисповедания, а это может быть представитель разных вероисповеданий, и из-за действий такого преступника нельзя винить одну из религий. И, конечно же, я из очень значимых для нас мероприятий и событий хотел бы отметить и то, что впервые в истории мусульман Российской Федерации мы в стенах Государственной Думы провели научно-практическую конференцию с участием депутатов, лидеров ракций Государственной Думы, а также ученых, исследователей, религиозных деятелей на тему «Ислам в России». Взгляд – будущее. Таким образом, могу сказать, что мы, рассматривая роль ислама и в практическом плане, и в теоретическом плане, в историческом плане, могли говорить о том, что ислам в нашей стране является религией мира, традиционной религии мирных народов, которые испокон веков живут на исконной своей земле в российском общем многонациональном доме. И то, что в здании парламента федеративного государства проходило такое мероприятие, как научно-практическая конференция исламская, это означает о многом. Те вопросы интеллектуального плана, которые были перспективного плана, рассмотрены учеными, исследователями, аналитиками, депутатами, политиками, мы продолжили 23 сентября уже в стенах Московской соборной мечети. Мы созвали 7-й общероссийский мусульманский съезд Духовного управления мусульман Российской Федерации, на котором участвовали делегаты от Владивостока до Калининграда, от Коми-Архангельска до Сочи. Из 53 субъектов Российской Федерации всех 8 федеральных округов. И там уже были приняты очень важные решения, практические решения, которые мы обязаны воплотить в жизнь. Принят новый устав, который обязывает каждого имама, каждого верующего работать во имя сплочения, во имя консолидации здоровых сил, воспитания молодежи подрастающего поколения в духе не только любви к своей религии, в любви к своей стране, к отечеству, своей культуре, своей истории, своему общему дому и культуре своих соседей, уважать окружающий мир окружающих людей. Тем самым создать атмосферу уважения и доверия, любви и согласия, взаимодействия и сотрудничества. Это получается? Вот это и получается. Поэтому я очень рад тому, что мы, мусульмане, поставили перед собой на дальнейшие пятилетия, десятилетия важнейшую задачу сплочения и консолидации нашей мусульманской умы вместе с обществом России. Я хотел вас как раз спросить по поводу восприятия России в мире. И вот наоборот, вы рассказали о крупных международных конференциях, которые прошли. Сейчас, не секрет, Европа очень серьезно озабочена ростом экстремизма. Каким образом Россия может помочь Европе преодолеть эту проблему? И изменилось ли отношение к России после определенных событий в Сирии? Мы видим, что мир постепенно возвращается в эту страну и во многом благодаря именно России. Спасибо, Антон, за такой очень широкий, объемлющий вопрос. Касаясь темы, что в Европе сегодня творится, я могу как практик сказать. 10 декабря этого года мы провели 15-й международный мусульманский форум в Берлине. Мы, российские мусульмане, собрали из 25 стран Европейского Союза и других стран, в том числе Турции, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и говорили о нашем глобальном мире, как мы вот в этом мире должны вместе жить. Вместе с нами на обсуждении вопроса участвовали иудеи, христиане, мусульмане разных масхабов, ученые, также из папского института. И мы там почувствовали, что развивается правый экстремизм в виде национализма. Мусульманин выходит и говорит, есть покушение не только мечетям, но и покушается синагогам. Рабвин выходит и говорит, мы видим, как поднимают головы нацисты, новые, неонацисты. И это пугает всех нас, не только иудеев, но и мусульман, но и христиан. Это означает, что в мире развивается ксенофобия, исламофобия, христианофобия. И мы должны противостоять в этом вместе все религии. И что касается вот нашей страны, ведь Ближний Восток сегодня осознал, что Россия истинный партнер Ближнего Востока. Россия старается стать гарантом их независимости, территориальной целостности, гарантом конституционных свобод. И наш президент встречается с выдающимися, видными мусульманскими деятелями Ближнего Востока, а также и Азии. Я могу назвать фамилии король Салман бен Абдул-Азиз Ас-Сауд, наследный принц Мухаммад бен Салман Ас-Сауд, Раджаб Таеб Эрдуган, Хасан Раухани, Махатхир Мухаммад. Наш президент с ними ведет глобальные переговоры по мироустройству, а также мы все стали свидетелями, как нашего президента Владимира Владимировича принимали на Ближнем Востоке. И в Саудовской Аравии его государственный визит, и в Объединенные Эмираты. Как оказали ему почести, уважение, а это уважение не только нашему президенту, это уважение к нашей стране. В том числе я это воспринимаю и к мусульманам России, которые являются в какой-то степени мостом между Арабским миром, Ближним Востоком и Российской Федерацией. И конечно же, то, что наша страна во благо Сирийской Арабской Республики, во благо сохранения целостности этого государства, во благо освобождения от международного терроризма этой страны, сколько сделала. И мы благодарим наших военнослужащих, которые ценой своей жизни иногда освобождают населенные пункты от террористов, давая спокойствие и возвращая к мирной жизни сирийцев. А то, что оказывается гуманитарная помощь, это мы, мусульмане, видим и христиане, и иудеи, и мы вместе, ведь оказываем и благотворительную гуманитарную помощь тем беженцам и вынужденным переселенцам. Все это мы, российский народ, все это политика нашего президента, нашего государства и нашего общества. То, что мы должны ценить и международное право, и государственный суверенитет, и суверенитет права каждого человека. Я знаю, что есть информация, что за ближайшие 15 лет прогнозируется рост числа мусульман в России, если я не ошибаюсь, по-моему, в два раза. Я хотел у вас спросить, почему прогнозируется именно такой рост, вообще есть ли такие данные, действительно ли это так. И я думаю, что в любом случае количество мусульман будет увеличиваться, и здесь, получается, увеличивается и ответственность. Нужны новые мечети, нужно образование. Что делается для этого? Мы на съезде об этом тоже поднимали вопрос и поразмышляли о том, что, наверное, в России должны все осознавать, что лучше, чтобы наши верующие, они собирались в официальных мечетях, чтобы дети мусульман, молодежь, она воспитывалась в мечети у официальных имамов, слушая их проповеди, наставления и, конечно же, получили воспитание. И то, что количество мусульман с каждым годом растет, это факт. Это не мы, мусульманские лидеры, говорим, а говорит об этом специалисты, аналитики, исследователи. Если мы вспоминаем, что в начале 90-х годов, когда мы получили религиозную свободу и приняли закон о свободе совести и о религиозных объединениях, и прошла первая свободная перепись населения, мы получили данные, что в России проживает 14 миллионов мусульман. Мы сегодня говорим, что из уст нашего президента слышим, в России проживает 25 миллионов мусульман. Это за определенный короткий период нашей жизни. Аналитики, исследователи дают, что да, через 15 лет число может увеличиться до 40 миллионов, а это уже значительная часть всего нашего российского населения, народонаселения. Поэтому необходим вопрос решения строительства мечети. Сегодня мы на съезде говорили, что в каждом городе-миллионнике должна быть мечеть. Как же так? Если город-миллионный, и там проживают десятки, а может быть и сотни тысяч верующих мусульман, и они страдают от того, что у них нет мечети. А что, они второсортные люди? Они не равны в правах перед нашим законом и Конституцией, ведь Конституция гарантирует всем нам одинаковую свободу совести и вероисповедания. Значит, в каждом миллионнике мы должны иметь хотя бы по одной мечети. И чтобы люди не молились в гаражах, на складах, где-то на улице, а чтобы они имели возможность молиться в мечетях и получать воспитание и наставление. Уточняющий вопрос, за счет чего произойдет именно рост? И много ли в этой доле именно мигрантов? И сразу же вопрос, нет ли проблемы под профилактикой экстремизма, рост экстремизма? Вы знаете, среди мигрантов мы не видим никакого роста настроения экстремизма или же радикализма. Если кто-то приехал с какими-то зернами экстремизма со своей страны, приехал на работу и хочет здесь находить таких же экстремистски настроенных, то они моментально выявляются. У нас работают наша молодежь, работают наши имамы. Мы ведем профилактику экстремизма и терроризма не только в мечетях. Мы выступаем и в электронных средствах массовой информации, выступаем и с лекциями в институтах, в университетах, на радио, на телевидении и так далее. Поэтому те беженцы из Сирии, мигранты из Сирии, они также боятся сами экстремизма, потому что они сбежали от террористов и хотят здесь устроиться, жить в мире, зарабатывать, накормить детей своих. Поэтому нет. А что касается сегодняшнего молодого поколения наших духовных наставников и мамов, то я горжусь ими. У нас сегодня выросло действительно новое поколение духовных наставников. Они получили не только богословское образование, они получают и светское образование. Они повышают свои знания в светских университетах, получают ученые степени, магистра, кандидата наук, доктора наук. И хвала Всевышнему Аллаху, что ислам сегодня обогащается интеллектуалами. Это наше будущее. Прогрессивный ислам, образованный ислам, интеллигентный ислам, интеллектуальный ислам – это будущее ислама в России. А у России есть для этого все ресурсы. А у России есть все ресурсы. И то, что наш народ, российский народ, представители разных национальностей, они знают, что мусульмане России, они наши мусульмане. Свои мусульмане. И нет никакого опасения по поводу того, что в России живут их соседи-мусульмане. Они добрые соседи, они уважают друг друга, они любят друг друга, и они живут вместе, строят свое будущее во благо своих детей и внуков. Я благодарю вас за это интервью. Спасибо большое. Спасибо вам за приглашение. Спасибо за то, что дали сегодня возможность пообщаться. Спасибо. Записано. Ас-саляму алейкум.